Ну как, как с ними не связываться? Ты знаешь, что вообще сейчас происходит? Чё, вот я тебе приехал рассказать, что в нашей семье происходило за сентябрь. И в семье, и в стране. Начну со страны, значит. Да. Выбрали, выбрали губернатора Самарской области. То есть того человека, который будет руководить нашей областью. Им стал, кто бы сомневался, Дмитрий Азаров. Массовые эти самые, как вбросы бюллетеней, через мошенничество стал. Вот этом вот, где вот это на московском шоссе клиники Самарского мединститута, вот там происходили массовые вбросывания. Ну это когда пачка бюллетенев, человек приходит, вроде он вбрасывает от своего имени, но де-факто вбрасывает вот стопку бюллетеней, обычно это 100-150 бюллетеней за единую Россию, да. Вот так вот, таким мошенническим. Недавно Дмитрий Азаров сказал, что отопление даст. И уже похвастался, что дали отопление. Ну вот на самом деле, не знаю кому дали, но нам еще, у нас еще пока нет отопления. У тебя есть отопление? Нет, видишь, вижу как. Да, да. Врет. И люди, и люди жалуются, что невозможно по различным вопросам попасть в приемную губернатора. Да. Вообще ужас, на прием невозможно губернатору попасть. Да, народу сколько. Нужно меньше мерзнем. Да. И кстати, из недавнего, вот буквально два дня назад, были еще выборы в Тольятти, городская дума. Да. Победили ли твои любимые коммунисты, да. Да, но их... Зюганова. Да, да, Зюганова, Зюганова, но их Единая Россия не пускает в Думу, в Думу Тольятти, то есть они войти просто, войти не могут. Там все отцеплено, да, да, вот так вот. Их ты, класть какую имеешь, не пускают коммунистов в Тольятти, в Думу. В Думу, да. Поняла, в Денису Тольятти. Ну, конечно, волнует всех вопрос, с кого я, кому я не писал, с кем я не разговаривал в интернете и вживую. Что всех, конечно, волнует сейчас отопление. Отопление. Да, все хотят тепло в домах, но власть показывает кукиш. Кукиш она показывает. А, уже пока серьезно показывает? Серьезно, серьезно, кукиш. Я сволочи. Да, да, ой. А там сейчас папа на даче гордится тем, что он не просто какие-то хоромы строил, он тюрьму построил. Так и говорит, я говорю, тюрьму построил для всех родственников, которые против меня будут выкобиниваться. Там, я видел, действительно, там вышка стоит, дачу всю колючей проволокой отцепил, в надзирателя играет. Представляешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Так-так, скоро, наверное, концлагерь построят, где будет в петях людей сжигать. А вот не хочет, и вот вы еживаете. Да, вы еживаете. А работать, на работу, вот без пенсии останется, ему пенсию не будет начисляться. У него сажа не будет. А он, а он не переживает. Он говорит, отожмет у кого-нибудь деньги у слабых. И все. Че ему пенсия-то? Нет, а он, если украдет, а так никак он не отожмет. Да, я как раз про это и говорю. Что просто украдет в кого-нибудь пенсию, например, у тебя. Это да, это да. И все. Нет, он не способен. Да знаешь, что только он не способен. О, он, знаешь, еще на грудь повесил шначок. Как сказать, как этот... Че-то там вроде бы, ну я точно не помню, элитный строитель. Ух, сидит. Да, и гордится тем, что он... А, заслуженный, да, заслуженный строитель России. И гордится тем, что он лучший строитель в области. Вот так вот. Их. По всем, как он говорит, по всем параметрам. Ни хрена себе. Че, он научился безработной строить хорошо. Да, научился так. Постоянно об этом матери говорит. А чего ему работать, когда у него жена на двух, на трех работах работает? Ой, мать тоже. Мать, конечно, тоже. За него? Ну да, но не то, что за него. Как сказать? Ну, это обидно, конечно, выглядеть со стороны. Но я ее называю дурочкой. Почему? Потому что она принимает неправильные решения. Дурочка. Вот послушай, да, вот смотри. Вот сейчас идет грибной сезон. Грибов в лесу просто завались. 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 А она едет и покупает перец нормально. То есть, чтоб ты понимала, перец покупает мешками и просто его режут и складируют. Он ни мне перец не нужен, ни отцу, ни бабушке. А она покупает перец вместо того, чтобы ехать за грибами. А у нее машина есть, бен, деньги на бензин есть. А она только лишь за перцем говорит. Я вам в будущем, говорит, в субы сделаю. А я ей говорю, ну, до будущего еще дожить надо. Да. Вот скажи, прав я, что я дурочкой называю или не прав? Прав. Отлично. Спасибо. Прав, прав, прав. На хрена, ну, раз ты ездил, нарвала и хватит. Да. И хватит. Нет, том-то и дело, что она не нарвала перца. Она купила. То есть, вместо того, что за грибами ездить, она перец у кого-то взяла и все. Взяла. Да. Дурочка настоящая. Да, настоящая. Денис, слышишь, что ты не проговоришься, что ты был у меня? Нет. Не надо. Они, они, да, мать, я хотел в конце сентября 30-го к тебе приехать, но мать отговорила меня, говорит, не надо, не надо. И бабушка отговаривает, и мать. О, кстати, недавно, да, бабушка приходила к нам домой. С матерью, да. Как это сказать, у бабушки, как это сказать, грудь на распашку. У матери тоже сидят такие на кухне, так сказать, стервозные, и козни строят, представляешь? Да, 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 мать. Мать с бабушкой, да. Да, да. Вот бабушка у тебя последний раз когда была? Сейчас скажу. Вот дня, вот слышали мне в пятницу. И, 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 и о чём говорили? Говорили? Да. Вот ни о тебе, ни о Шветке, ни кота разговора не хочет. Чё-нибудь, Светлана, когда давно была у тебя, хватит о них говорить, ну их, нахуй. А о чём разговаривали-то? О чём разговаривали? Да. Как в деревне, как чего? Ну и как в деревне? В деревне, ну, неплохо в деревне. Сейчас в домаре легче, сейчас в это дома, хоть скотину там поможет догнать. Вот так вот. Картошку вырыли, всё вырыли, траву собрали, тыкву сейчас вожат в прибавник или куда, чтобы не помёрзла. Тыква очень большая, не дотащишь. Одну тыкву не дотащишь, на тележке вожат. Одну тыкву на тележке. Вот выше больше колеса. Ясно. Картошки много нарыли, приезжали батя и сестра, с детьми, с мужем, ну, детям уже как-то, и вот, даже старше тебе, прости, детям уже по 30 лет, женатые дети. Батя и сёстры рыть приезжали, вот, ты не знал, может ли быть. Да, я не знал, не знал. Это, да, сейчас такая, а, да, сейчас, сейчас такая тенденция, да, пошла, действительно. Держи, сейчас. Да. Я пойду, погляжу дверь, закрыта, так. Закрыто, закрыто. Я хочешь сам погляжу? Пожалуйста, держи, пожалуйста. Это ты входная имела в виду? Нет, вот эта. Вот какая, вот эта? Закрыта дверь, никто не пройдёт. Отец не пройдёт. Хотя она бы решала топором вырубить дверь. Это, закрыто всё, не переживай. Так вот, сейчас тенденция пошла, сейчас те молодые люди, как я, перебрасываются, перебрасываются, ну, можно и так сказать. В общем, переезжают в деревни. То есть, если раньше, наоборот, молодёжь стремилась в город, потому что сейчас здесь все возможности, то сейчас с приходом интернета, с тем, что вот можно смотреть, что в мире происходит у себя в огороде, наоборот, стремится уехать из города. Почему? Потому что в городе воздух, ну, невозможно дышать. А вот на окраинах, на окраинах, то лучше, лучше. О, я, кстати, видел, видел. Ну, уже это можно считать деревней, в принципе, но, короче, на окраине города, вот, я видел, прям, жёлтые поля, прям, вот это, вот это, осенние жёлтые поля, уже там пожелтела листва. Да, да. Вот, это в микрорайоне Крутые Ключи, вот, ну, в общем, где, около Петра Дубра, вот там. Ага. Да, 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 по линии электрички. Ну, да, и по электричке, и можно за 42 рубля от тебя добраться на 480-й Газели. Ага, ага. Да, вот так вот. О, что там у нас ещё? А, во, во, так, власть вводит нормы электропотребления. Да. С 1 января 2019 года, если ты, вот, если ты, допустим, в 400 киловатт, в 400 киловатт в месяц, в месяц, в месяц, не уложишься, не уложишься, и не важно, сколько у тебя людей проживает, как часто ты пользуешься электричеством, то будешь платить, то твой платёж за свет, тариф увеличивается на 2 раза. Ну что? Да. У меня мало, очень мало. Но всё-таки, всё-таки, для нас, современных людей, это проблема, потому что сейчас вся современная техника, там, токарные станки, заточена на электричество, понимаешь? Да, да, да. А они, казалось, в правительстве повышают тарифы для тех, кто не будет укладываться в их нормы потребления. Это плюс правителям. Это плюс правителям, но минус населению. Ещё бы, Денишечка, а ещё бы. А тебе Серёжа, для меня хотелось бы про Серёжу спросить, тебе Серёжа не звонил? Он не звонил, на то неделю, два раза, он часто звонит. И что он говорит? Ну что, как у тебя, он у меня всё старается. Нет, а о себе, о себе он что-нибудь говорит? Он говорит. Вот, что он говорит о себе? Серёжа, на работе очень много. Работаю, и субботу, и скульседию составляю, пока, до холодов. А доставляют кто? Ну где трудится? Я вот что-то не особо знаю. Трудится он, он и мост строил. А щас... Ага. А щас... А щас, прощат, интересно. А щас... Где-то дом много ресажных трудится. Ну, в Крыму, в Крыму. В Крыму. Ага. Рядом с домом. Десять минут ходьбы, пятнадцать от дома. Пешком, пешком. А доставляют субботу, воскресенье, есть какая-нибудь там определенная дата, в которой должны уложиться дом, должны достроить? Да. Вот, что за дата? Дата, допустим, субботу, этот дом построить в течение тридцати дней. Или сорок пять дней. Ну, в новую этажку. Ну, набирает, набрали народу много, и это... И строит дом в Крыму. И строит дом, да. А я что спрашиваю, недавно мать звонила Сергею Копытько. Да. И он сказал, что приедет в ноябре, он куда-то там в Брянск поедет по своим делам, и вроде собирался сюда заехать. Да? В ноябре. Да. В ноябре. Молодец. Надо тогда позвонить. И почему мать ему звонила? Он хочет у нас пожить. У вас? Ну да, у нас. Он же жил у нас, когда приезжал в последний раз. И еще хочет у нас пожить. С... Несколько дней, да? Не знаю. Может, неделю. Не знаю. Ну, неделю пусть у меня, и у меня, и у вас. Нет. Вот я как раз хотел, чтобы он у тебя жил. Потому что у нас сейчас это самое... у нас сломался телевизор в зале. И мы смотрим либо телевизор у меня в комнате, либо на кухне. А на кухне, чтобы смотреть там телевизор, диван. Диван раскладываем, и места мало. А я ей говорю, матери, места мало. У нас места, у нас телевизор сломан в зале, поэтому у нас мало места. А она не твое собачье дело, пусть приезжает, а? Вообще. Ну, соборедка поставили рядом. Ну, у тебя-то для него больше места. Больше места, чем у меня дома. Мне хочется побыть с Англой, с тобой, с Мишкой. Он же один тоже, как я вот, потёмок, он хоть видишь хорошо, и на работе он. А я вот так вот лежу, круглые сутки потёмок. А телевизор, кстати, включаешь? Телевизор включаешь? Включаю. Только сейчас, ты подзвонил, я выключила. А, и что смотрела? Я смотрела, выключила. Нет, что смотрела-то? Это... Знаешь, чего? Это... Танцы были, дейшни были, как это называют? Концерт. Концерт. Правда, вот понравился только этот... Этот... Любимич, Коля, Коля, как его фамилия, Басков. И, ну, в общем, несколько... Ага, ну всё, понятно. Концерт. А я стихи сочинил, правда, я их дома забыл, но сейчас я тебе по памяти чуть-чуть... Чуть-чуть, щас, 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 подожди, я вспомню. Так, значит... Власть с пенсионной реформой стала позорной, я инвалид бездомный, вот теперь стал за картошкой отборной. Как тебе понравилось? Отлично. Да. На конкурс на радио послала, чтобы журнал выиграть. Но выиграли другие, к сожалению. А-а-а. Не я, да. А-а-а. Да, ну как? Ну, в целом, я считаю, что ничего стих, да? Даже отличный. Угу. И ритм хороший такой, и праведливый. Точно справедливый. Кстати, а кто-нибудь из соседей тебе заходил, тебя захаживает кто-нибудь из соседей по дому? Как? Из соседей по дому кто-нибудь захаживает тебе? Нет. Нет, и кому-то не нужно... Нет. Нет. А Валька Конёва последний раз когда у тебя была? Вчера, весь день была. Ага. И о чём разговаривали? Как-то ко мне приходили всё время, как к ней, мы же делились через... Ну, воспоминаниями делились, да? Да, 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 Денишечка, да. Как в деревне мы жили. И вот она с Красной Ярова вчера весь день здесь была. Она сейчас с Красной Яровой живёт. Угу. Она жила на чьё-то радиальной, а сейчас пристроила себе трёхсерку к сёстре. Ага. Я понял. Да понял, понял, говорю. И живёт сейчас там в своём домике. Не надо. Если строила, как своя кровать, поверь, и всё. Ой. Гуляя по Самаре, прогуливаясь по различным районам... Ты? Да, и даже по посёлкам, которые включены в городской округ. Я заметил, очень много строится... Вы что, знаешь? Нет, я сейчас про... Церквей, но не совсем церквей, а сект. Вот место, где... Да, да, да. Где секта, да. Да, да, да. И вот, короче, и отец, и чё там греха-то, и чё мать, вот они перед тем, точнее, у отца там секта есть, он ходит постоянно, вниз спускается, налево и вниз. И там вот дом, и вот он молится, и мать приучил к этому делу к секте. Правда, мать молится не в Семейкино, а тут, перед тем, как это уехать, уезжает там вот около, сейчас тебе, около, около московского шоссе, тоже, тоже, тоже секта, вот. И он, это, отец, её, как сказать, в эту секту, как сказать, отправляет постоянно. Говорят, говорят, молись и деньги отчисляй, а мать потом приходит и заявляет мне, что денег нет. Ох ты. Да. Денег нет ни на что. А ты, а свою пенсию, сам отдай мне мою пенсию. Я сейчас не понял ты про что. Ну ты пенсию получаешь? Мать получаешь? Мать получаешь, конечно, а ты чё, молодой, и зачем мне пенсия? Да. 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 А деньги твои тебе и есть, надо всё, надо. Но она тебе обувь, одежда покупает, говорит? Нет. Нет, она... А, я всё понял, она себе в последнее время сапоги покупает. Да, сапоги, туфли, да. Купила вот недавно синие, синие сапожки. Да. Для того, чтобы по лужам не бегать. Вот. Ох, хе-хе-хе. Да, так, так. Но она вечерами опять будете работать с учениками. Слава мне. Да она нет, она по вечерам в школе, у неё вторая смена, она утром работает. Ой, она как такая лентяйка, она раньше в шесть вставала, первее отца, первее меня, а сейчас она до десяти храпит, я ей бужу восемь, говорю, вставай, вставай, тебе уже пора. Она такая, не мешай, я лодерничаю, лодерничает. Молодец, хе-хе-хе. Да ладно? Слушай-ка, а ты тебе только честно не ограничиваешь, вот чтобы ты там, ничего себе в еде не покупают? Нет, ну, в смысле, покупают макароны там, покупают картошку. Большое дело. Ну, как это сказать, вот, 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 допустим, вот, по примеру, картофеля, да, купила картошку, очистить, резать, жарить, это уже сам. Ну, это ладно, ладно. Ну, не совсем, ну, как это сказать, то есть, хватает, чтобы не сдохнуть, не сдохнуть? Да. Но я бы не сказал, что уж прям хватает на всё. Ну, вот, Денис, Серёжа работает, работа тяжёная, оделает, пока он на квартире ещё живёт, делает, и чистит, и всё жарит, парит, в ундиле варит, всё сам. Ты баночку забрал, заберёшь? Заберу, заберу, вот она на стуле стоит. Я тебе дам мешочек потом. Хорошо, хорошо. Так, ну что... Слушай-ка, отец тебя не обижает, честно. А, нет, тут дело в том, что, как он меня может обидеть, когда он на даче? Вот он только вернётся в воскресенье. Не, 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 связывайся. Пусть где в свою комнату, или найдёшь чё-нибудь, и в коридоре постой, на, ну, там, на том коридоре, не в своём, а на этаже в коридоре. Это невозможно, потому что у нас комната, моя комната самая дальняя из всех. Поэтому это невозможно. Так вот. И он ещё, когда отопления нет, отопления нет, холодно, с одной стороны, но с другой стороны у меня тепло, потому что у меня окна выходят на солнечную сторону. И он ноги свои негрязные ко мне в комнату протягивает и говорит, я теперь там. Ну потому что там у меня самая тёплая комната, когда отопления нет. Ну вообще у меня самая тёплая комната, в общем, из нашей, в квартире, вот так вот. Денис, съешь 2-3 яичка. Да не хочу я твои яйца, не хочу я яйца. А больше у меня в холоде, посмотрите. Да я смотрел я, смотрел я твой... А суп? Не, а суп не хочу. А суп вкусный. Вот, кстати, недавно, вчера, вчера матери жаловался, отец постоянно там в картошку, то топлёное масло ложит, то этот, как же его, как же его, в картошку ложит этот, лавровый лист. А мне это не нравится. А когда я говорю, не нравится, а он ещё больше ложит, макароны в суп ложит. Ну что он только не ложит? Как-то... А ты знаешь, сейчас, сейчас появилась новая песня, но я тебе, вот это вот, скажи, Елена Терлеева поёт, уходи. Вот я матери врубил эту песню и сказал, что она должна так была сделать эту песню, сказать своему мужу, ну, уходи, вот это самое, ты мне больше не нужен. А она такая, да ну тебя с твоими розыгрышами. Вот так вот, ой, я сюда сяду. Давай, садись, ближе только там. Да, ближе, ближе. Так что такие вот... А вот, поможь туда-то. Такие вот, такие вот дела. А с бабушкой ссорились вы? Последний раз она у тебя была, с бабушкой вы ссорились? Нет, мы с ней не ссоримся никогда. О, она, она постоянно говорит, что вот вы в ссоре там, что вот я к ней прихожу, она всё врёт. Вот, Дениску любит, а меня нет. Врёт она всё. Мы с ней никогда не ссоримся, я молчу больше. А она только говорит. Да. И про что она говорит? Она говорит про... Сейчас скажу. Вот нам в деревню съездят, вот дорога дорогая. Дорога дорогая в смысле проезд? Проезд, да. До деревни. До деревни. Да, действительно, дорогой. В два раза больше, чем городской. В два раза больше, чем городской. Вот она. И каждый день одна, каждый раз одно и то же. Так, в сентябре, в сентябре я был в посёлке Управленческий. Да. На вертолётной площадке, так называемой. А тут открывает шикарный вид на Волгу. Да. Ой, вот там красиво. А как ты туда доехал? Ну, как я туда доехал? Я сел на трамвай, потом доехал до Новосадовой, да. И потом на 50-м, а там уж дальше пешком. Да. На Управленческом вышел и дальше 500 метров пешочком. Ну, это ерунда. Или 500 метров. Так, у тебя сезонка, да? Да, у меня сезонка. Мать берёт, да? Ой, мать постоянно берёт. Постоянно берёт. Хоть эту берёт. Да когда мне вот там-то и дело, когда мне нужно куда-нибудь поехать, как, например, сегодня к тебе. А она берёт, вот сегодня не взяла. А когда мне не нужно, она не берёт. Ну, сезонка, она же берёт, берёт, когда там месяц. Она про тебя постоянно сплетни распускает. Говорит, там, ты вот эта самая племянница Сталина, там. У тебя полно орденов. У кого? У тебя. Она у меня уже больше года не была, пусть не врёт. Ага. Она у меня уже два года больше не была. Ага. А тебе врёт всё. Эх, свет, учительница называется. Ой, да, да, все, все сейчас плюются, все говорят, плохая учительница. Её подруга ходячего говорит, намного, намного, намного лучше. Ну, в общем, так, вообщем, планы у меня такие, поехать за грибами, уговорят всё-таки родителей. Но не факт, не факт, что получится, понимаешь? Да. Да. Вот недавно был случай, езжу в автобусе, смотрю, люди остановились около леса. Да. И там багажник открыт, ведёрка, ведёрки, все дела. Да. Я говорю матери, говорю, вон, смотри, люди за грибами, за грибами, говорю. Она говорит, нет людей на кладбище, вообще нормально, а? А какой день, а то, может быть, как же день? Я не помню. Называется этот день непоминальный, а как-то вот, и у нас в них уже тебе идут, 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 а я же не вижу, а вот так в окно выставил, идут, идут с ведрами, с суммами, говорят, за грибами. Да нет, сегодня в день такой, идут все на кладбище, идут все на кладбище, а я здоровую ещё, купить, что вы, что-то самое, не сильно. Вот только на тебя звонила Нина. Какая Нина? Моя подруга, мы сейчас, она каждый день, сегодня уже она позвонила, каждый день звонит, тоже говорит это, Нина, ты не ходишь, видишь, а я зрячая, ходячая, я, мне не с кем, то мы с тобой ходили, правда, мы с ней соберёмся, и никто нам не нужен, две палочки, она и я, и сумки, и люди по ведру, а мы по килограмму, и то, и на воду ещё подышали, и суп сварим, и пожарим, а чёртный год, никуда не ходили, ни она, ни я. Ага, папа ещё, я вспомнил, папа обещал бабушку на даче на кандалы посадить, ну, знаешь, это такой вот металлический шарик, ногам привязывается, вот обещал на кандалы. Дурак, дурак, не знаю, твоя старость, ну, какая будет. Нет, ну, он не дурак, нет, потому что ему нужны люди, бесплатно рабы, чтобы он там дачу перестраивал, да, 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 вот, рабы ему нужны. Мать ездит на дачу. Ездит, ездит, цепь, цепь, на цепь сядет и всё. Да? Да. И мать сажает на цепь. Да, а бабушка хочет кандалы. Что-то бабушка туда и не ездит. Да. Сразу было, а то пришло. Да, да, и папа ещё говорит, что она на даче не помогала ему. Нет, она сказала, что не работала. Вот, не работала. Мне надо сказать, ну, она раз была только всего. Да, вот и бабушка облинилась. Скажи, что бабушка облинилась. Дениса, у них тоже здоровья нет, у них сердце никуда. Дениса, поможется, вот, поможется. Она вот ко мне придёт, сварит мне суп. Вон она варила суп вкусный. Ага, вкусный всё-таки суп. Вкусный. Налей, поешь. Не, не, не хочу, не хочу. А когда-нибудь она варила невкусный суп? Она у меня редко варит, но вкусный. Ладно, хорошо. За суп ей зачтётся. Вкусный. Она варит вкусный. Она в соли-то привыкла, много мяса ложит. И мне в суп половину курицы ложит. Я на четыре раза курицу, а нам в два раза ебается. Хорошо или это плохо? Для... Хорошо, это хорошо, но неэкономно. Ага, неэкономно. То есть, всё-таки, всё-таки у неё грешки-то есть, да? То есть, не экономят на супе. Нет, ну, зато есть очень вкусно. Ну да, тут я с тобой не поспорю. Она всё-таки плохая из неё экономка. Да, да. Вот, ну чё, чё ещё тебе? Вот мы о ней, вот так вот. Ну, не о Светке, не о тебе, не о Мишке. Да, да, да. Никогда не говори. Вот за это я её хвалю. Чтобы Мишка сруга, тебя сругала, Свету не выкинула. Никогда не ругай. И Мишку, и тебя. Вот за это она умница. Угу. А, почему она не ругает? Она, вот, она всё записывает, и скажет, что потом пойдёт в суд подавать на нас, и вообще чуть ли не хочет на программу Малахова записаться, чтобы о нас всем рассказать по телевизору. Нет, это у неё нет разговора. Нет разговора, но она, понимаешь, она реально, вот всё, что мы тут говорим, всё, что мы говорим, там у меня дома с матерью, с отцом, она всё это записывает. Да, у неё в шкафу есть там тетрадки, много тетрадки с записью наших бесед. Ну, не с нашей, в смысле, с тобой, а в смысле всех бесед, с которой мы ведём с бабушкой. Да, да, да. Ну и бог мне, пусть пишет. Пусть отправляется на программу, да? Да, пусть. И пусть расскажет о нас всех. Да, о своих родичах. И их судьбы будет. Да, пусть, пусть. Не будет она ещё, она ещё неграмотная, чтобы отправить. Ну, почему неграмотная? Грамотная, грамотная. Там все номера, все... У неё, кстати, все вот московские номера записаны, когда это в специальную книгу. Что ты думаешь? Да, и она... И она может хоть до самой администрации президента дозвониться, если что. Ох, какая. Да. Ох, какая. Да. Я верю тебе. Я верю. Угу. Да кого угодно может дозвониться. Ага. Как она говорит, я на кого угодно могу достучаться и даже доебаться. Но доебаться она так не говорит, но это имеется в виду. Да, да. Вот так вот. Вот такая вот бабушка, которая ходит по другим бабушкам. И их... Да, сейчас у этой... У Марии Николаевны новая мода. Ходить по другим бабкам. Ну, как вот, например, к тебе пришла. И инспектировать, все ли у них хорошо, или что-то у них нехорошо. И вот что нехорошо, то записывает в тетрадь и говорит, хочет потом в Москву отслать, а кому не говорит. Ох, какая. Да. Ну и хрен с ней. Время-то тратить. Пусть. Ну, так вот, ты... А-а-а... Ты не каждый день у них бываешь, а у месяцев раз. Да вообще не был, да. За сентябрь... За сентябрь не был. Ну, вообще, такой сентябрь хороший. То есть, были солнечные дни, было тепло. Да, да, Денисочка, да-да-да-да. Ну, вот сейчас только дождь. Чё, где дождь? Ну, да, вот я когда шёл к тебе, он моросил. Моросил. И Томочка звонила из дерева. Ага. Крёш, ну у нас дождь, ну сильный дождь. Ну, с огорода всё убрали, только циклы вот здоровые носить нельзя на тележке. А на тележке, говорю, сейчас тяжело, дождь идёт. Ага, да-да. Вот такие вот дела. Я так хочу, чтобы ты пару яичек съел, да. Да не надо, не надо. Это, с мясом или в культуре, смотрите, а? Не надо, не надо. Так, что-то у нас ещё по темам. Давай. Темам, я уж даже... Наверное, всё, о чём было интересно, о чём не рассказывал, всё, наверное, уже рассказал. Ну, сейчас мне надо вспомнить. Ты на даче давно был? Давно был, давно. А чё отец сам сделал на даче? А, вот. Отец жаловался, я вспомнил. Отец жаловался, самолёты стали низко летать, прям над его дочей. Так он жаловался, я, говорит, этот самый гранатомёт себе возьму, на крышу залезу и буду по самолётам стрелять. Я ему говорю, дурак, дурак, по самолётам стреляй, там 350 человек на борту. А мне, говорит, похрен на их жизни, мне лишь бы спать давали. Они по ночам, самые, вообще, самые большие самолёты летают как раз-таки ночью. И шумность, шумность от них слышно, понимаешь? И он хочет залезть на крышу и стрелять из гранатомёта по самолётам. Ну, брешет он. Ну, брешет. Ой, какой же он брехло. Он и раньше-то был брехло. А он далёк.